Обладает очень важными свойствами. Быстрее ремонтируются мышцы, быстрее ремонтируются суставы, кости. И самое главное, быстрее ремонтируется эпидермис и слизистые оболочки. Снижает уровень тревожности и уровень кортизола. При наличии стройматериалов отремонтируется за 2 недели. Без стройматериалов будет ремонтироваться 3 недели, 4 недели или вообще не отремонтируется. Мир вашему дому, на связи доктор Кармацкий. Сейчас я быстро расскажу вам про суперсредства, которые ускоряют восстановление кожи и слизистых оболочек. После одного из моих постиков в телеграм-канале про герпес, и где в рекомендациях по ускорению восстановления слизистой оболочки и кожи после появления пузырьков герпеса у меня был лизин и пролин, начали люди писать, как же так, Тимофей, вы же все время пропагандируете натуральный подход, вы же не рекомендуете употреблять какие-то медикаменты, таблетки, а сами прописываете лизин. Типа там пофиг на ваши конфликты, на стрессы, на разрешение, на уход от треков. Нет, это все не работает, а все будет работать просто потому, что вы добавили в рацион противовирусные, противогерпетические препараты, которыми они называют лизин. Так вот, если вы конкретно не в курсе, я вам сейчас расскажу, что лизин это просто аминокислота, это структурный компонент белка. Мы состоим из лизина, лизин есть везде, лизин придумала природа, лизин создал создатель, прошу прощения за тавтологию. Лизин это часть природы, лизин есть везде, он есть в гречке, в хлебе, в мясе, в птице, в яйцах, в рыбе. Лизин это просто аминокислота, структурный компонент белка. Но это не просто аминокислота, а это незаменимая аминокислота. То есть, если мы не получаем лизин снаружи, то наш организм или вообще не в состоянии его синтезировать, или ему архи сложно его синтезировать, потому что лизин относится к группе незаменимых аминокислот. Не получаешь снаружи, получается дефицит лизина. А лизин, на секундочку, обладает очень важными свойствами. Так же, как и пролин, но с пролином всё будет проще, ему мы меньше внимания будем уделять. Всегда они идут рука об руку, лизин и пролин. Но лизин незаменимый, и мы его нигде кроме еды взять не можем. А пролин заменимый и синтезируемый. То есть, если ты съел хоть что-то, содержащее азот, углерод, какие-то другие виды белков, веществ, то организму есть из чего сделать пролин, а лизин он сделать не может. Поэтому пролину внимания чуть меньше, лизину внимания больше, потому что он незаменимый. Но они идут рука об руку, потому что оба они являются структурными компонентами, можно сказать, кирпичами, арматурой, сеткой, которая удерживает наши коллагеновые и эластиновые волокна соединительной ткани. Различные производные лизина участвуют в синтезе коллагеновых и эластиновых волокон. То есть, по сути, весь наш каркас, вся наша структура, ведь это не только кости, хрящи, связки и мышцы. Кожа тоже напичкана, пронизана коллагеновыми и эластиновыми волокнами. И это вам подтвердит любой косметолог. И если хотят улучшить состояние кожи, то уделяется внимание коллагеновым и эластиновым волокнам. Всякие там гиалуронки, коллагены, плазмолифтинги, все это направлено на обновление, модернизацию, усиление, улучшение коллагеновых и эластиновых волокон внутри кожи. То же самое со слизистой. Да, напрямую там нет ни коллагеновых, ни эластиновых волокон. Но вот эти кирпичи, из которых строятся клетки, которые участвуют в ремонте, восстановлении поврежденных слизистых оболочек, там лизин и пролин участвуют тоже. Поэтому можно сказать, что для наших слизистых, и для нашей кожи, и для эпидермиса, и для дермы, и если пойти вглубь для фасций, для стенок сосудов, для мышц, для хрящей, и даже для костей, лизин и пролин являются чуть ли не основными структурными компонентами. И естественно, если по какой-то причине лизина не хватает, или его хватает, но впритык, или если было бы больше, то ремонтировалось бы быстрее, то когда мы этот лизин в рацион накидываем дополнительно, всё начинает ремонтироваться быстрее. Быстрее ремонтируются мышцы, быстрее ремонтируются суставы, кости, и самое главное, быстрее ремонтируется эпидермис и слизистые оболочки, о которых мы в основном говорим. Откуда всё это пришло? В основном это было выяснено эмпирически, никому не приходило в голову брать каких-то больных, там, не знаю, с сифилисом, с гонореей, или с герпесом, или ещё с чем-то, и говорить, так, давай, вот мы лечить вас не будем, будем вас кормить лизином и посмотрим, что будет. То есть таких конкретно прям исследований не было, то есть в основном это всё эмпирически. Из тех исследований в англоязычных источниках, что мне удалось найти, есть следующее. Диета с лизином увеличивает силу мышц на 7-10% при приёме 80 мг на килограмм массы тела. Вопрос, это вообще много или мало? Суточная потребность лизина, в принципе, это 40 мг на килограмм. Что такое суточная потребность? Суточная потребность это, чтобы организм просто не развалился. 40 мг на килограмм. Допустим, вы весите 70 кг. Чтобы не развалиться, нужно получать в сутки 40 мг на килограмм. 40 умножаем на 70, 7 на 4, 28, 2800 мг. То есть почти 3 грамма лизина в день, чтобы просто не развалиться. А эти ребята, которые в контролируемых исследованиях, их было мало, мало было людей, но тем не менее какие-то результаты есть. Для увеличения силы мышц они использовали 80 мг на килограмм. То есть это в 2 раза больше обычной суточной дозы. Но напоминаю, лизин это даже не бат. Это даже не витамин. Это просто еда. Это всё равно, что съесть не 100 грамм гречки, а 200 грамм гречки. Таким образом, вы получите не столько-то лизина, а в 2 раза больше лизина. А если съесть не 200 грамм гречки в сутки, а 400 грамм гречки, то вы получите не столько-то лизина, а в 4 раза больше лизина. То есть нельзя воспринимать лизин, как какой-то даже бат, витамин или ещё что-то, от чего может быть передозировка. Нет, это просто структурный кирпич. Если кирпичей будет прям слишком много, аж некуда девать, организм просто начнёт разрушать эти кирпичи на энергию. То есть он будет их сжигать в печке, использовать их как источник энергии. Передозировки лизина, в принципе, быть не может, потому что это структурный компонент еды, это белок. Следующее микроисследование показало, что диета с повышенным содержанием лизина снижает артериальное давление. Оно и понятно. Поскольку в артериальном давлении всегда участвует какой-то сосудистый компонент, а стенки сосудов состоят из тех же самых белков, то чем больше строительных материалов для стенок сосудов, для сердечной мышцы, тем проще организму работать в принципе, тем быстрее проходят всевозможные воспалительные процессы для прокачивания крови, через которые нужно, допустим, это давление повышать. Поэтому вполне логично, что давление тоже реагирует на повышенные дозировки лизина. Здесь народ принимал по 1000 мг в сутки. Это даже меньше, чем в предыдущем исследовании. Дальше. Диета с лизином уменьшает количество психических жалоб. То есть брали группу людей с психическими различными жалобами, симптомами, закармливали их лизином в повышенных дозировках 6000 в сутки. То есть кто-то может подумать, ёлки-палки, 1000 это много. 6000 это тоже немного. Это нормально. Только вы замучаетесь. Вот эти капсулы грызть, честно говоря, надоедают. Потому что они твёрдые, большие, глотать сложно. Могут встать поперёк горла, приходится их разгрызать. И вот у меня сейчас на руке 5000 лизина. Потому что здесь по 1000 лизина в одной капсуле. Смотрите, всегда, когда вы какую-то банку с лизином покупаете, там очень часто написано, допустим, 1000. Но, когда начинаешь смотреть на заднюю часть банки, там написано в одной суточной дозировке 1000 мг. А для её получения нужно принять, допустим, 4 капсулы. То есть производитель таким образом хитрит. Снаружи написано 1000, суточная дозировка. Просто цифра, пища. А сзади написано, что... Вот здесь написано, Serving Size 1 таблет. То есть, чтобы получить 1000, надо съесть 1 таблетку. А там будет написано, чтобы получить 1000, надо съесть, например, 4 таблетки. И таким образом вы купите банку, там будет 120 таблеток. Вы будете думать, класс, если по 1000, это на 120 дней. Нифига. Это получится максимум на 1 месяц. Потому что вам придётся, чтобы получить 1000 мг, употребить 4 таблетки в день. Поэтому будьте внимательны, осторожны. При покупке, какой бы производитель ни был, смотрите фотографию с обратной стороны, где должно быть написано, сколько конкретно миллиграмм содержится в одной таблетке. Вот. Чем больше банка, чем больше миллиграмм в одной таблетке, тем это выгоднее, проще. Можно смотреть на iHerb. Если нет возможности, смотрите на Ozon, на Яндекс.Маркетис. Смотрите в магазинах спортивного питания. Потому что очень часто вот эти аминокислоты, как по отдельности, так и вместе, продаются в магазинах спортивного питания, так как спортсмены чаще всего их употребляют. Для быстрого восстановления, после тренировок, во время тренировок и так далее. Дальше. Диета с лизином снижает уровень тревожности и уровень кортизола. Понятно, что постоянно покупать лизин, сидеть на этом лизине, грызть эти капсулы. Я вам все время прививаю идею, что лечение не должно влиять негативным образом на образ вашей жизни. То есть вам должно комфортно житься, комфортно спаться, комфортно естся. И вы должны быть при этом здоровым, здоровой. Постоянно пить какие-то таблетки, грызть, которые неприятно грызть, не очень хочется. Поэтому, да, если у вас прямо сейчас что-то ремонтируется, безусловно, берем, грызем и доводим ремонт до конца. Если ничего особо не ремонтируется, никаких воспалений, никаких герпесов, никаких пузырей, никаких ожогов, на слизистой ничего не происходит, ни конъюнктивитов, ни во влагалище, всё хорошо, то нет какой-то особой необходимости этот лизин грызть. Нужно просто насыщать свой рацион продуктами, богатыми лизином. И ещё очень интересное исследование показало, что лизин плюс пролин, плюс витамин С и плюс витамин Е, вот в таком именно сочетании, всё это хозяйство, все эти четыре друга, участвуют в липидном обмене. Ну, если, короче говоря, не вдаваться в подробности, они, условно говоря, снижают уровень плохого холестерина, повышают уровень хорошего холестерина, и самое главное, очень благотворно влияют на состояние сосудистой стенки. Запоминаем, лизин плюс пролин, плюс витамин С, плюс витамин Е. От себя бы я ещё в эту группу добавил бы витамин А, ну и витамин Д. И по сути мы опять приходим к тому же самому, с чего начинали всю нашу эпопею про витамины, бады и всё остальное. Вот есть какие-то эссенциальные вещества, необходимые для выживания, вот их всегда должно хватать. Так вот, лизин, так же как и витамин А, витамин Е, витамин Д и витамин С относятся безусловно к этим веществам. И когда люди берут, исследуют какую-то группу и смотрят, ага, вот у них какие-то симптомы, давай-ка накачаем их лизином, витамином Е, витамином А, витамином С, смотрят, бах, у них симптомов стало меньше. То это не потому, что это является лекарством, это потому, что вот эти товарищи себя запустили, неправильно питаются, не насыщают организм витаминами, у них рацион какой-то однобокий или узконаправленный, то есть они сами себя загнали в дефициты, поэтому всего лишь устранив эти дефициты, снаружи, да, принимая эти вещества, вы устраняете саму причину того, что с ними происходит. Поэтому это не лекарство, которое лечит, а это болезни, которые могут, болезни условно, симптомы, которые могут появляться при дефицитах каких-то веществ. И то, что в норме должно быстренько ремонтироваться, при дефицитах веществ ремонтируется или долго, или вообще не ремонтируется. Поэтому есть какие-то симптомы, насыщаем организм строительным материалом. Нет каких-то симптомов, насыщаем организм строительным материалом, чтобы этих симптомов не появилось. И если мы прям тяжело чего-то выздоравливаем, то нам прям очень-очень сильно и нужно ежедневно насыщать свой организм строительным материалом. Именно поэтому после всевозможных косметологических процедур грамотный косметолог всегда назначит какие-то БАДы для скорейшего ремонта. Будь то лазер, пилинг, шмилинг, бластер или еще какие-то Звездные войны на коже, без разницы, выжигали, вытравливали, вырисовывали, татуировали или еще все что угодно. Кожа пострадала? Пострадала. Она должна ремонтироваться? Должна. При наличии стройматериалов отремонтируется за 2 недели. Без стройматериалов будет ремонтироваться 3 недели, 4 недели или вообще не отремонтируется. Поэтому грамотный косметолог всегда назначит лизин, пралин, коллаген, витаминчики, даст еще какие-то внятные и вменяемые рекомендации. Это хорошо, к этому надо прислушиваться. То есть имейте в виду, что есть определенные вещества, которых организму может не хватать. Особенно если человек, например, вегетарианец или какой-то сыроед или еще как-то ограничил себя в употреблении каких-то веществ, недополучает белки, недополучает аминокислоты, недополучает витамины, то если такому человеку поковыряться в слизистых на коже или он разрешит конфликт, начнет ремонтироваться, может вообще никогда не отремонтироваться. Начинает употреблять нормальные продукты. Симптомов временно может стать даже чуть больше, потому что ремонт активизировался, а потом они могут полностью проходить. Поэтому имейте в виду, что кожа должна обновляться очень быстро. Вот сам эпидермис, ну слизистая, особенно во рту, там вы прекрасно знаете, прикусили, обожгли, несколько дней все заживает. Слизистая вообще быстро, да, в считанные дни заживает. Эпидермис заживает чуть дольше, в норме заживает, особенно поверхностный слой, там 2-3-4 недели, условно округляем 1 месяц. Поэтому, если у вас на эпидермисе какая-то болячка, которая заживает, заживает, заживает и никак не может зажить, и прошел уже месяц, а она все никак не заживает, то тут может быть 2 варианта. Первый вариант. У вас дефицит строительных материалов и нужно накидывать в рацион лизин в том числе. Второй вариант. Вы зависли на треках, вы сгенерировали себе конфликт, зависли на треках. Эти треки постоянно, каждый день обновляют ваш конфликт, и таким образом у вас не 30 дней оно заживает, у вас каждый день с нового листа. Как, может быть, видели в кино, там какой-нибудь завод, такое табло, и написано столько-то дней без несчастных случаев. И происходит какой-то несчастный случай, и там там 0 или там 1. Так вот, если есть постоянные ежедневные треки, то у вас каждый день 1, 1, 1. То есть прошло 3 дня, должно было быть уже 3 дня без несчастных случаев, а там каждый день 1, 1. Потому что трек, 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 счётчик постоянно обновляется. В любом случае, близка вам психосоматика, не близка. Хотите вы с конфликтами, треками разбираться? Не хотите. Какого бы вы мировоззрения не придерживаетесь? Помните, что вы живёте в физическом мире по физическим законам. И ваше тело состоит из каких-то физических компонентов. Вы состоите из мышц, сосудов, крови, кожи и слизистых оболочек. И всё это из чего-то сделано, из какой-то материи. Эта материя состоит из каких-то кирпичиков. И эти кирпичики, их нужно где-то получать. Поэтому будете вы там с конфликтами разбираться, не будете. Старайтесь не допускать дефицита строительных материалов в вашем организме. Теперь, конечно же, предвижу вопросы. Какой фирмы покупать лизин? Какой фирмы покупать пралин? Во-первых, ещё раз, да, если ничего не происходит, можно никакой не покупать. Просто скачайте в гугле, посмотрите табличку содержания лизина в продуктах, содержания пралина в продуктах. И насыщайте свой организм продуктами с высоким содержанием лизина, теми, которые вам просто нравятся по вкусу. Если в организме пошёл какой-то ремонтный процесс, особенно кожа и слизистый, добавляем лизины паралин дополнительно. Производитель значения не имеет. Просто старайтесь отдавать предпочтение и выбирать такого производителя, который в одной капсуле 1000 мг. Если такового нашли. Если не нашли, начинайте пересчитывать, ага, сколько миллиграмм в капсуле, сколько капсул в банке, сколько стоит банка. Таким образом, сколько стоит 1 мг. Ну, это же не сложно, да, математика начальных классов. Посчитали, сравнили, посмотрели и не попадайтесь на удочку. Да, вот ещё раз, вот этот производитель, 1000 мг в одной капсуле, отлично, и 250 таблеток. Хороший, дешёвый, работает, 1000 мг, всё супер. Вот, например, специально искал пролин, у меня его не было, я купил специально под ролик, чтобы вам показать, как это обычно выходит. Вот производитель, смотрите, написано пролин. Дальше 1000, ярко, видно, да, в камеру? Типа, как вот, вот так если сравнить, одно и то же, да, лизин 1000, пролин 1000, вроде как всё шикарно. Но здесь мы посмотрели, в одной капсуле 1000, теперь здесь, во-первых, вот здесь маленькими буквами написано 3 капсулы в день. Ну, можно подумать, ну, отлично, будет 3000 в день, то есть рекомендует производитель. На самом деле нет. Мы переворачиваем и смотрим. Значит, биологически активное вещество, пролин. Дальше, мелкими, содержание миллиграмм, в скобочках, не в скобочках, а через слэш, 3 капсулы, не менее 1000. То есть вот эта 1000, которая написана вот тут, это в трёх капсулах. Дальше, уровень суточного потребления миллиграмм 4,5%, процент 23. Итого, чтобы получить 1000, нужно 3 капсулы в день. И вот здесь вот мелко тоже написано, капсулы по 400 миллиграмм, а капсул всего 90. И таким образом, вот этой банке вам хватит по 1000 в день на 250 дней. А вот этой банке, тоже написано 1000 с 90 капсулами, вам хватит на 30 дней. Поэтому будьте внимательны, не позволяйте производителю себя обманывать, скажем так. Ну, по сути, он, конечно, не обманывает. Просто, если вы что-то покупаете, неважно что, внимательно читайте. Никто же вас никуда не гонит. Ну, спокойно взяли, прочитали, посмотрели, сравнили. И тогда всё будет хорошо, и вы не попадётесь вот на эту удочку. Ну, даже если вы на неё попались, да ничего страшного. Ну, вот эта банка что-то рублей 500, что ли, на озоне стоит, или 400 с чем-то. Дешёвая банка. Взяли, выпили, пусть по 3, по 4, по 6. Вот если, например, у человека какой-нибудь активно цветущий герпес, надо пить по 5000 лизина, по 6000 лизина в сутки, по 8000 лизина. То есть это много. Вот здесь, чтобы получить 1000 пролина, надо 3 капсулы. Чтобы получить 5000 пролина, надо уже 15 капсул. Ну, быстренько всё выпьете, купите ещё одну такую же, или купите что-то другое. Поэтому не пугайтесь, смотрите, внимательно читайте и насыщайте свой организм строительными материалами. Ну и, конечно же, помним про сочетание лизин, пролин плюс АЕЦ для здоровья сосудов, для того, чтобы уменьшить шансы пострадать от какой-нибудь сосудистой катастрофы. Если вам интересно, что конкретно я употребляю в качестве АЕЦ для улучшения состояния своих сосудов, пойдёмте в мой Телеграм-канал, посмотрим бонусный урок, где я покажу прям конкретные баночки. Как найти бонусный урок? Переходите по ссылке в мой Телеграм, там пролистайте ленту и найдите видео с подписью «Бонусный урок». Или воспользуйтесь поиском по Телеграм-каналу и напишите «Бонусный урок». Важно быть подписанным на мой Телеграм-канал, тогда всё будет хорошо. Это мой сайт «Кармадский.ком». Это сайт «Галины.джикармос.ру». На наших сайтах вы можете записаться на обучение, на живые семинары, ознакомиться с онлайн-курсами, а ещё на наших сайтах много полезных статей по здоровью. Заходите, смотрите, вникайте. А ещё у нас есть Телеграм-канал, где мы с Галиной отвечаем на ваши вопросы, если что-то непонятно. Заходите, подписывайтесь и спрашивайте. Все новости, все акции, все скидки – всё там, в Телеграм-канале. А ещё у нас есть интернет-магазин с полезными товарами для здоровья и полезными сувенирами. Лопатки для самомассажа живота, браслеты, кто молодец, анатомические футболки и много всего другого. Заходите и изучайте. Ссылка на Телеграм-канал и бонусный урок в описании. И поскольку вы досмотрели аж до самого конца, то вы супер молодец. Нужно обязательно по нашей традиции себя похвалить. Повторяйте себе. Кто молодец, я молодец. Десять раз, а я вас в этом поддержу. Погнали. Кто молодец, вы молодец. Кто молодец, вы молодец. Кто молодец, вы супер-супер молодец. Кто молодец. Кто молодец. Кто молодец. Субтитры подогнал «Симон»